В реке Иртыш сокращаются запасы рыбы. Главным врагом обитателей водоема являются браконьеры. Параллельно богатство реки истребляют водоплавающие птицы. В этом году некоторые виды рыб так и не успели занереститься из-за небольшого сброса воды. Если так будет продолжаться и дальше, в ближайшие годы в реке резко сократятся запасы рыбы, говорят специалисты. Тему продолжит моя коллега Алия Жамитова. Если на браконьеров есть управа, то отстрел водоплавающих бакланов запрещен. С начала года инспекторами выявлено 96 нарушений правил рыболовства. Ущерб государству составил 2,5 миллиона тенге. А вот хищные птицы истребили почти 130 тонн рыбы, говорят специалисты. Есть и другие причины массовой гибели. Ежегодно на шнурованных и маловодных водоемах из-за естественных факторов, таких как промерзание водоемов, происходит гибель рыбы. Так если в 2021 году погибло около 3 тонн, то в этом году нам удалось избежать замора рыбных ресурсов за счет проведения совместно с инспекцией рыбного хозяйства профилактических мероприятий. В Управлении рыбного хозяйства утверждают, что в этом году в реку Иртыш будет выпущено 40 тысяч тонн двухлетнего малька карпа для восстановления популяции рыбы. Однако молоть, которая весит всего 150-200 граммов, уничтожается бакланами уже через неделю. Но есть и хорошие новости. Теперь тем, кто занимается разведением рыбы, разрешили отстреливать хищных птиц. Принимая предложение субъектов рыбного хозяйства, на сегодняшний день внесены соответствующие изменения. Теперь, согласно этим изменениям, егерям этих рыбохозяйственных субъектов разрешено отстреливать водоплавающих. Этот приказ на сегодняшний день согласован с соответствующими компетентными органами. Приказ о том, чтобы фермеры, занимающиеся рыбным хозяйством, могли отстреливать водоплавающих птиц, сейчас направлен в Министерство юстиции. Предполагается, что 9 июня документ пройдёт государственную регистрацию. В этом году из водохранилий с восточной части в реку не было сброса установленного количества воды. Это также отрицательно сказалось и на нерести рыб. Последствия будут заметны в ближайшие 2-3 года, отмечают специалисты. Алья Жамитова, Сембек Санат, Хайрат Алпызбаев, Этамикен Бизнес, Павлодарская область.